наконец-то до нас добрался третий продукт совместной дизайнерской линейки lg и prada первый lg prada так назывался lg prada был выпущен 2007 году второй спустя год 08 lg prada 2 он отличался кверти клавиатуры это lg prada 3.0 первый смартфон этой дизайнерской линейки разумеется на android пока 2.3.7 но обещают обновить до четверки вот вот этой весной дизайном разумеется полный порядок в этом собственно и суть сотрудничества с prada очень prada style задняя крышка рельефная такая приятная на ощупь очень тонкие толщина меньше 9 миллиметров и гораздо красивее galaxy s2 который по какому-то на мой взгляд недоразумение считается иконой тонких android смартфонов он выглядит гораздо интереснее по разъемам все разъемы абсолютно все разъемы на одной поверхности на верхнем торце наушники кнопка включения фотоаппарата редко она встречается в вынесенной на аппаратную кнопку особенно на верхний торец вот здесь такая забавная заглушка вот такая заглушка закрывает очень прочная заглушка закрывает micro usb порт и собственно кнопка включения которые при нажатии вокруг нее светодиод она загорается но я бы сказал что кнопка включения блокировки экрана не самое дальше положение наверху потому что гораздо привычнее разблокировать его одной рукой когда кнопка находит где-то вот здесь на торце направо например под большой палец тут приходится тянуться потому что аппарат большой но вот очень все оригинально стильно вот все на одном торце в этом тоже что то есть ну и разумеется он полностью квадратиш это такой оригинальный дизайн у него нету скруглений почти он весь весь в острых углах это тоже смотрится интересно второй фишкой lg считает экран это лучший экран из тех что есть и lg и по факту он считается самым ярким на рынке ее яркость 800 нит точно такой же используется в lg optimus black ну собственно говоря яркость 800 нит это ровно два раза ярче супер амлетовского экрана от samsung но яркость это хорошо в этой инверсной фирменной менюшке он правда она не особенно на что-то влияет конечно нету кислоты самсунговской это хорошо но к сожалению разрешение на и стандартнейшие это 800 на 480 точек экран разумеется 4 3 дюйма вот так выглядит prada по сравнению samsung galaxy note это не galaxy s2 главный видимо конкурент но такой же у него амолит дисплей толщина и вот так выглядит экраны а теперь сравниваю с iphone 4 который смотрится рядом вот так вот 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 такие они разные инверсное меню это фишка телефона фирменная прадовская такая настроечка lg прадовская то есть все иконки перерисованы они выглядят вот так вот не знаю кому то может покажется скучноватым но в этом есть такой свой шарм свой стиль вот очень прикольное приложение виджет который превращает в часы например вот такие вот часы электронные по моему выглядит прикольно со это я так выходим еще обнаружил что вот помимо основного как бы блока сенсорного до андроидовского кнопка там домой назад поиск в прадо есть еще одна настройка 4 дошивкой кнопки телефон контакты смс и главный экран то есть получается тут два главных экрана вот этот вот главный экран и вот этот главный экран непонятно зачем это кстати а вот как выглядят цветные иконочки этот есть на следующем экране вот цветные иконки они конечно здесь немножко убиваются по сравнению с остальным оформлением всего рабочих столов здесь может быть до семи на который можно выносить свои виджеты несмотря на то что это дизайнерский телефон мы привыкли что дизайнерские аппараты это такие недоаппараты в которых кроме внешнего вида и известного бренда шильдик известного бренда ничего нет но вот здесь за этой привлечь рельефный кожи под софиану скрывается самый настоящий полноценный двухъядерный процессор 1 гигагерс то есть это самое мощное решение на сегодня уже точно такой же используется например в смартфоне оптимус 3d так что по быстродействию по работе никаких претензий нет функционал точно такой же и как я уже говорил вот-вот система обновится до четверки с камерой все стандартно 8 мегапикселей на задней крыточке основной камеры со вспышкой и 1 3 мегапикселя для видеозвонков вот здесь она находится 2 камера стандартная двойка интересный функционал у фото кнопки первый и запуск сразу включает фронтальную камеру то есть не основную таким образом ты видишь себя вот данный момент я вижу виталий кооператор нашего и второе нажатие делает сразу снимок мгновенно соответственно девочки могут использовать эту функцию в качестве зеркала нажимаешь кнопку и ты просто видишь у тебя прикольно батарейка стандартной 1540 мм час так что продвижаться будет быстро встроенной памяти 8 гигабайт но к счастью поддерживается флешка который многие бренды отказываются сейчас что еще разумеется как все первые глоссе лакшери продукты к этому телефону просто масса аксессуаров брендированных bluetooth гарнитуры чехольчики и прочее мишура ну наконец самое главное какая будет цена цена пока неизвестна но ходят слухи что она будет в районе 30 тысяч рублей что запада в принципе наверное не знаю покупаю правда так что ну 30 тысяч рублей